Спасибо. И еще один уточняющий вопрос. Вчера в соцсети вышло видео по питанию в больницах. Расскажите, как кормят в стационарах зараженных медиков? Да, в последнее время необходимо отметить, что ситуация у нас в стране непростая. Ситуация непростая не только для нашего населения, но и для наших медицинских работников. Да, наши медицинские работники, понимаем, они трудятся из последних сил, они вкладывают все свои силы. И было видео о том, что наши медики питаются овсяной кашей и как бы возникает недовольство среди медицинских работников. Но я хочу отметить, что медицинские работники питаются три раза в день. Министерство здравоохранения, все организации здравоохранения, которые сегодня работают в режиме ежедневного, ежесуточного, ежечасного, ежеминутного приема пациентов, обеспечиваются всем необходимым, по крайней мере, стараемся обеспечить всем необходимым. Если поступает такая информация о том, что тому или иному медику или же группе бригад, врачей, которые работают непосредственно в очагах или в мобильных бригадах, или же в обсервациях, не хватает питания или каких-либо средств индивидуальной защиты, то Министерство здравоохранения старается реагировать на каждый сигнал. Да, конечно же, я хотела еще остановиться на некоторой информации, на некоторых видео, которые также прошли у нас в интернет-источниках. Например, 30 июня в городской клинической больнице номер один также была ситуация, что несвоевременно принимали пациентку, которая обращалась за медицинской помощью. Эта пациентка, да, действительно, данная клиническая больница находилась в процессе открытия. Несмотря на это, был очень большой поток пациентов. Несмотря на это, эта пациентка была принята, была госпитализирована в палату интенсивной терапии. Сегодня ее состояние средней тяжести, сатурация 93%, ей обеспечен кислородный концентратор. Хотя она в нем сегодня при этой сатурации не нуждается, она дышит самостоятельно. И сегодня, 3 июля, она будет переведена в обычную палату. Ну, фамилию ее не называю, я думаю, наверное, представители средств массовой информации понимают, о чем идет речь. Также, конечно, я хочу остановиться на одном из тоже видео, где медицинские работники толкают машину скорой помощи. Да, еще раз хочу сказать, медики сегодня работают в авральном режиме, днем и ночью. Такие ситуации случаются. Оказывается, техника, эта техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться. И врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Я прошу прощения. Спасибо. 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 Спасибо.